Друзья, это видео о животном рыбе карась. Карась относится к карповому семейству и принадлежит к классу лучеперых рыб из отряда карпообразных. Его название происходит от старых наречий немецкого языка и достоверное значение слова неизвестно. Этот род рыб очень широко распространен в различных пресноводных водоемах. Существует несколько разновидностей карася. Обыкновенный золотой карась имеет плоскую, но закругленную форму тела. Плавник, расположенный на спине, достаточно высок и имеет темно-коричневый оттенок, как и хвост. Остальные плавники более мелкие и имеют красноватый окрас. По бокам карась покрыт крупной золотисто-медной чешуей, и его спина темная, коричневатая. Брюхо рыбы окрашено в светлый цвет по сравнению с хребтом и боками. Встречаются очень крупногабаритные экземпляры этого карася, масса которых доходит до 5 килограмм, а длина тела до полуметра. Ареал обитания этого карася по всей Европе, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Словакии, Македонии, Хорватии, Италии. Проживает такой вид карася и в Китае, Монголии, на азиатской части нашей страны, влюбовав заросшие болотистые и листые водоемы. Серебряный карась сначала был обитателем рек, относящихся к Тихоокеанскому бассейну. Но с середины прошлого столетия был искусственно расселен на североамериканский континент, в Индию, Сибирь, Китай, Дальний Восток, Украину, Польшу, Латвию, Белоруссию, Румынию, Италию, Германию, Португалию. Стоит отметить, что во многих местах нового расселения этот карась постепенно вытеснил своего золотого сородича, в сравнении с которым по габаритам значительно уступает. Масса серебряного карася практически не превышает 3 кг, а его самая большая длина может доходить до 40 см. Чешую рыбы имеет крупную, окрашенную в серебряно-сероватый или серовато-зеленый оттенок. Очень редко можно встретить рыб, имеющих золотистую или оранжерозовую окраску. Все плавники этого вида карася окрашены в серовато-олевковый оттенок и отличаются прозрачностью. Серебряный карась имеет уникальную способность, которая позволяет ему приспосабливаться к окружающей среде и менять облик в соответствии с ней. Благодаря этому люди вывели новую разновидность, называющуюся золотая рыбка. Золотая рыбка имеет немало подвидов, исчисляющихся несколькими сотнями. Почти все они аквариумные рыбы, длина которых варьируется от 2 до 45 см, а яркая расцветка очень разнообразна. Именно на золотых рыбках часто ставят опыты, необходимые для научных исследований. Они первые из рыб, побывавшие в космическом пространстве. Японский карась проживает в японских и тайванских водных просторах. Дикую разновидность можно увидеть в японском озере Бива. Габариты карася от 35 до 40 см. В отличие от карпа, голова карася более мелкого размера, рот карася тоже меньше, чем у карпа и не так выдается вперед. Усов у него не наблюдается. Форма тела у карася продолговатая, но высокая, чем-то напоминающая ромб. Туловище рыбы сплюснуто по бокам, большой спиной плавник имеет ровный контур. Рыба покрыта гладкой крупной чешуей, расцветка которой различается у разных видов. Но самые распространенные ее цвета – золотистый и серебристый. Рыбий хребет достаточно мощный и утолщенный. В небольшом ротовом отверстии имеются однорядные глоточные зубы. В основном глаза у карася маленькие. Одним из его отличий выступает наличие колющейся зазубрин на анальном и спинном плавниках. Стандартная масса карася от 200 до 500 граммов. Более крупные увесистые экземпляры попадаются нечасто. Жизненный срок у разных видов карася отличается. Золотого карася можно причислить к долгожителям, он может прожить более 12 лет. Серебряные караси редко переживают 9-летний возраст. Хотя некоторым удается преодолеть этот рубеж и прожить еще пару лет. Но такое происходит крайне редко. Не стоит удивляться тому, что карась так обширно распространен по всему земному шару. Ведь он очень вынослив и неприхотлив. Широчайшему ареалу карася поспособствовала и деятельность человека, который расселил его во многих местах искусственным способом. Эта рыба прекрасно приспосабливается к всевозможным прудам, озерам, рекам. Ученые-ихтеологи выяснили, что в болотистой местности, подводных ямках и при скоплении большого количества ила, карась чувствует себя наиболее вольготно и гораздо активнее приступает к размножению. Избегает карась лишь водоемы, расположенные в массивах гор. При неблагоприятных условиях, чрезмерные заморозки, сильная засуха, карась глубоко взорвается в выл до 70 см и с успехом переживает там все природные катаклизмы. Караси не обошли своим вниманием Италию, Польшу, Португалию, Германию, Румынию, Великобританию, Венгрию, Казахстан, Китай, Беларусь, Монголию, Корею, где благополучно и проживают. Не гнушаются от рыбы холодных сибирских вод, облюбовав Колыму и Прямое. Карася можно выловить и на территориях Пакистана, Индии, США и Таиланда. Как видно, география распространения карася очень широка. Он имеет постоянную прописку и в других неперечисленных здесь странах. У нас его можно поймать практически повсеместно. Он замечательно себя чувствует как в диких, так и в искусственно созданных условиях. Любители рыбной ловли, несомненно, это подтвердят. Первыми искусственное разведение карасей начали китайцы. Это произошло еще в далеком 7 веке нашей эры. Карася можно назвать всеядным водным обитателем. Появившиеся на свет мальки имеют при себе желточный мешок, который остается у них после эмбрионального развития. Для питания они используют содержимое этого мешка, которое поддерживает силы и энергию. Слегка повзрослевшие карасики начинают питаться дафниями и сине-зелеными водорослями. Ближе к месяцу в рационе малюток появляются мотыли, личинки, всевозможных насекомых, обитающих в воде. У зрелых рыб меню богаче и разнообразнее. В их рацион входят кольчатые черви и мелкие ракообразные, всевозможные личинки насекомых. Корни и стебли растений береговой зоны тоже служат пропитанием для карася. Любит он поесть грязку и различные водоросли. Рыболовы давно поняли, что карася не прочь полакомиться всякими крупами, например, гречневой, пшеничной, перловой. Маслянистое тесто и мякиш хлеба для рыбы выступают настоящими лакомствами. А боняние у карася просто превосходное, поэтому разновидность той или иной приманки он чувствует издалека. Замечено, что карасям по нраву рисковатые и сильные запахи, к примеру, чесночные. Которые рыбаки используют для своих приманок. Боковую линию карася можно назвать органом его тончайшей чувствительности, с помощью которого рыба сканирует водную толщу, получая данные о нахождении добычи. В ее габаритах, протяженности расстояния до нее, также она определяет присутствие хищных недоброжелателей. Из того, что карасю не пришлось по вкусу, можно назвать роголистник. В нем содержится много танина, отпугивающего насекомых и личинок, которым любит трапезничать карась. Неприхотливость и выносливость карася – одни из важнейших его чертов, благодаря которым он широко распространился во всевозможных водоемах. Поэтому показатель уровня кислорода в толще воды для него не столь важен, как для щуки. Поэтому он с легкостью может выжить в самые суровые зимы в маленьких озерцах. Здесь я вставлю ссылочку на видео щуки. Карась отдает свое предпочтение именно стоячей воде. Ему не по нраву даже слабое течение, но и там, где оно присутствует, он тоже приживается. Нужно отметить, что серебряный карась чаще встречается в проточной воде, чем его золотой сородич. Зато последний обладает большей выносливостью. Ил, тина, густая береговая поросль, ряска – вот атрибуты счастливой и беспечной жизни карасей, которые обожают водоемы со всеми этими достопримечательностями. В тине карась находит в себе пропитание. Он со сноровкой может зарыться в выл, чтобы переждать какую-нибудь опасность или неблагоприятные климатические условия. Причем глубина его погружения в выли стоит, но может превышать половину метра. В общем, карась чувствует себя вольготно там, где другой рыбы выжить нелегко. Враг карася – течение. Оно выбивает его из сил, добавляя неповоротливости. А в таком состоянии нетрудно стать обедом какого-нибудь хищника. Там, где дно песчаное или каменистое, эту рыбу тоже не встретишь. Ведь в таких местах ей трудно найти пропитание и спрятаться почти негде. В болотистых и непролазных заросших местах карась прекрасно плодится и быстро развивается, зачастую являясь единственной рыбой в таких водоемах. Иногда карась появляется там, где раньше не обитал. Это объясняется тем, что его икринки переносят на своих перьях птицы, обитающие на воде. Хоть карась немного неуклюж и неповоротлив, нюх у него потрясающий. Он способен уловить малейшие запахи на очень большом расстоянии. Высокочувствительная боковая линия карася тоже является его важным атрибутом, помогающим обнаруживать различные объекты в воде издалека, что часто спасает карасю жизнь. Наиболее активны караси ранним утром или в вечернее время. В некоторых местах карась может активничать и в сумерках. Вообще карась рыба мирная и спокойная. Предпочитающая не вступать в конфликты, а залечь на дно. Караси являются стайными рыбами. Хотя бывает, что довольно солидные по габаритам экземпляры предпочитают жить в полном одиночестве. Караси рыбы оседлые, весьма осторожные. Но в нерестовый период могут выходить в ближайшие речные притоки. Половозрелыми караси становятся ближе к 4 или даже 5 годам от роду. Обычно нерестовый период у них приходится на май-июнь. Все зависит от того, насколько прогрелась вода. Ее температура должна быть около 18 градусов со знаком плюс. Нерест может проходить и несколько раз за год. В это время питание караса совершенно не интересует, поэтому ловить эту рыбу бесполезно. Чтобы метать икру, самки перебираются ближе к берегу, где больше растительности. Нерест карася многоэтапен. Проходит с 10-дневными перерывами. Одна женская особь может отложить до 300 тысяч икринок. Все они обладают превосходной липкостью и цепляются за водные растения. Икра карася имеет светло-желтоватый цвет, а диаметр икринок составляет всего 1 мм. Приблизительно через неделю из нее выходят на свет эмбрионы длиной около 4 мм. Ближе к осеннему периоду малыши могут подрастить до 5 см в длину. Обычно процент их выживаемости равен 10, и это при благоприятных обстоятельствах. Учеными было замечено, что у серебряного карася самок на свет появляется гораздо больше, чем самцов, приблизительно в 5 раз. Величина карасей и их развитие зависит от количества корма. Если он в изобилии, то уже в 2-годовалом возрасте рыбы имеют массу около 300 граммов. При скудном питании карась способен выжить, но будет весить всего несколько десятков грамм в этом же возрасте. Такой процесс, как геногенез, характерен для карася. Он происходит, когда мужских особей карася в водоеме не наблюдается. Самке приходится нереститься с другой рыбой – карпом, лещом, плотвой. В результате этого из икры рождаются исключительно женские особи карася. Неудивительно, что более крупные рыбы являются врагами карасей. Первой среди них можно назвать щуку, которая просто обожает закусить карасиком. Конечно, у взрослого и крупного карася врагов в разы меньше, чем у молодняка. Мальков и икринок этой рыбы, которые зачастую попадают в пасть тритонов и лягушек, они истребляют икринки и новорожденных рыбок в огромных количествах. Удивительно, но и различные водяные насекомые, полоскуны, клопы, плавунцы с большой агрессивностью нападают на мальков карася, а прожорливость их личинок просто поразительна. Кроме неприятностей с толщи вод, карася подстерегает и молниеносные воздушные атаки пернатых. Таким образом любят отведать карасиков зимородки и чайки. Птицы могут переносить и опасные рыбьи болезни. Водоплавающие утки тоже не прочь полакомиться некрупными карасиками, а серые длинноногие цапли поедают их целыми десятками. Звери-хищники тоже не прочь сцапать карася, который может стать вкусным перекусом для выдр, андатр, выхохолей, хорьков. Даже рыжая обыкновенная лисица ухитряется поймать на мелководье карася, если ей посчастливится. Как видно, у карася немало неприятелей, особенно у молодняка, но больше всех карасей истребляют люди, увлекающиеся рыбалкой. Обычно карась хорошо клюет на обычную поплавочную удочку, хотя для его ловли есть немало и других приспособлений – спиннинговая. Рыболовами давно изучены карасиный повад и вкусовые предпочтения, поэтому они знают, чем привлечь эту рыбу. В качестве промысла караси очень ценятся. Их белое и вкусное мясо считается диетическим и весьма полезным. У золотого карася соотношение полов приблизительно одинаковое. У серебряного сородича популяция самок в разы доминирует над мужской. Имеются данные, что численность самцов среди серебряного карася составляет всего около десятка процентов. Не так давно золотой карась был преобладающим видом во многих водоемах. Теперь ситуация изменилась, и в различных местах его вытеснил его серебристый собрат, после того, как был искусственно переселен. Все чаще стали появляться осветки гибриды, образованные путем скрещивания этих двух видов. Несмотря на то, что промысел карася ведется довольно активно, численность его популяции от этого не страдает. Он по-прежнему остается широко распространенным видом рыбы. Ученые и их теологи имеют данные о том, что за последние 50 лет в численности карася наблюдается стабильность. Нет никаких скачков в сторону резкого прироста, либо сокращения популяции. А количество серебряного карася увеличивается повсеместно. Статус этого вида гласит, что эта рыба выступает объектом спортивного, местного и любительского промысла. Итак, исчезновение карася не грозит. Вариаловое расселение очень обширен. Может быть, этим карась обязан своим важнейшим качеством неприхотливости, большой выносливостью и прекрасной приспособляемостью к различным местам обитания. Друзья, всем спасибо за внимание и до новых встреч! Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал!